В Абкольском районе с начала года произведена промышленная продукция на сумму более 4 миллиардов тенге. В район привлечено 17,2 миллиарда тенге инвестиций. Акимобласти Марат Ахмеджанов с рабочей поездкой посетил ряд объектов и ознакомился с ходом проводимой работы. Рабочий визит Марат Ахмеджанов начался в встрече с активом района. На совещании было обсуждено улучшение благосостояния населения и актуальные вопросы. Акимобласти отметил, что главное сейчас – готовность к отопительному сезону. Также на сегодня остро стоит вопрос питьевой воды. В ряде населенных пунктов система водоснабжения нуждается в ремонте. С канализационными очистными сооружениями также имеются некоторые проблемы. Глава государства неоднократно ставит вопрос человекоцентричного государства, клиента ориентированного государства. То есть во главе должна быть удовлетворенность наших жителей, наших граждан теми действиями, которые мы сегодня делаем. И поэтому сегодня вот эти два аспекта, которые красной нитью проходят послание Казахстан-Халхна – это управление не бюджетными результатами, а также, чтобы мы не на цену, а на качество смотрели. На ремонт дорог в районе выделено 1,6 миллиардов тенге, из них 710 миллионов направлены на улицу Бегельдинова в городе Ак-Коль. Однако работа на важном инфраструктурном объекте ведется медленно. В настоящее время за асфальтированный 700 метров участка дороги, 1200 метров тротуара и установлены водопроводные колодцы. Стоит отметить, что дорога более 30 лет не видела капитального ремонта. 710 миллионов было запланировано средств, освоение состояло всего 117 миллионов, это был аванс. По актам еще не закрывали. Техники, я так понял, и рабочих нету, поэтому же это не из-за этого, что кого-то субподряд нанимаете, своих средств не хватает, и поэтому вот страдает население. Конечно, и бесконтрольность наша тоже есть здесь. Давайте вот это освоение завершайте, а потом я буду принимать решение. Мы проведем специальное совещание по этому вопросу, отметил глава региона. Позже Аким области посетил районную больницу. Поликлиника введена в эксплуатацию 55 лет назад. Медучреждение способно принимать 250 человек. Дневной стационар рассчитан на 70 коек. Основная проблема в том, что здание стационара полностью изношено и требует капитального ремонта. А так у нас передвижной медицинский комплекс, он планируется полностью оборудованием, передвигается полностью по району, проводит скрининги по этому населению. И все население полностью обслуживается здесь. Также Аким области совместно с министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдатом Мусиным посетил коммунальное государственное учреждение «Смарт Ак-Коль-2018». В завершение визита глава региона побывал на объекте, на котором ведется строительство 45-квартирного дома в городе Ак-Коль. «Своевременно вы делаете все, потому что сил и средств не хватает, техники не хватает, рабочих не хватает. Передаете, кому попало на суд подряд. Ну, основные проблемы – джетиши. Так? Получается. Ну, получается. Ну, вот смотрите, я еще раз, я не сторонник, когда обижают бизнес. Но я не хочу, чтобы бизнес строился на бюджетные средства. Ждать, осваивать. Бизнес он должен сам строить. А как? Мы деньги дали. Три года, да, уже? Да, 21 год. А? 21 год. Ну, вот три года строится. Вы понимаете, сколько потерь? Сколько людей должны были прийти сюда? Новые специалисты, врачи, учителя. Ну, что здесь осталось? Ну, здесь осталось. У нас кровля готова. Покладки мы закончили. На той неделе закрываем до конца конту. Электрическая часть полностью по дому вся раскидана. Наружные сети все подведены. Планируется, что пятиэтажный жилой дом будет сдан в эксплуатацию в конце года. Марат Ахмеджанов поручил завершить работу до декабря. Также он взял под свой контроль строительство объекта. Зарина Беккалеева, Самал Искакова, Журсуна Мерзак, Алмаз Адвакасов, Кукши Ахпарат.